Спасибо, друзья. На прошлом ролике, когда я рассказывал о том, что здесь, наверное, тайным образом я прорисовал вот эту вот форму сердца, и мне там написали, глубина сердца там точно есть. Поэтому я вам очень благодарен, друзья. Я хочу поделиться планами на будущее, на ближайшее будущее. Поскольку я первый автор первой книги в СССР об управляемой саморегуляции, первый выводил из острого стресса пострадавших, Песлани, Каспийский, Кизляли, Волгодонский и так далее, первый автор использования энергии стресса и первый автор антистрессовой подготовки и создатель школы «Человек будущего» Homo Futurus с совместно развивающейся наукой. Там мы все вместе создаем науку человечности. Это единый международный язык человечности, который соединит всех для сокращения кризисов и войн на планете и потребностей в лекарствах. Поэтому я хочу поделиться своими планами. Выпустить надо мне сейчас каталог картин с новеллами о творчестве, принципах и правилах ключа и приемах ключа. Потом выпустить документальный художественный фильм с приемами ключа, чтобы многие-многие научились сразу. Выпустить также методику, которую я сейчас отрабатываю вместе с Дмитрием Смысловым. Мы задумали сделать там исследование ЭЭГ, ЭЭГ, как человек чувствует себя в нулевом состоянии, в состоянии творчества и состоянии восстановления, вот в этом поточном состоянии творчества по Чексен-Михайи и когда он восстанавливается. И на основе этих корреляций отработать методику для всех, чтобы все могли быстро восстанавливаться и выходить в состояние творчества, изобретательства. Потому что человек будущего, по моему определению, которое мы дискутировали, и мне помогал Виссарион Сибиряков, о том, что же такое человек будущего. Человек будущего – это человек, который, во-первых, человечный, но, во-вторых, со скоростью инстинктивных реакций создает неординарные решения, изобретения в условиях жестких временных ограничений. Вот это важное соединение между человечностью и изобретениями, то есть ответственностью за своими поступками, потому что, если вы читали, а я вам рекомендую книжку Курта Ванегота «Колыбелька для кошки», кажется, она называется, там, где он сидел и играл в эту колыбельку, там ниточки такие, которые делают, ну, дети так играют пальчиками, в тот день или вечер, когда бомбу сбросили, созданную им на Нагасаки и Хиросиму. О чём он думал. Вот Курт Ванегот, конечно, гениальный писатель. И все мы гении, все-все-все, без исключения, просто не всегда мы это осознаём. Дело в том, что осознание, осознание, как мы будем говорить с Романом Газенко на вебинаре, который предстоит и который будет 31 числа в 20 часов, осознание на самом деле происходит через вербализацию. Когда человек, ну, вот, например, я становлюсь популярнее, когда я выражаю мысли, которые у всех в душе. Поэтому мне и пишут, когда я первый раз в книжке, по-моему, «Защита от стресса» написал эпиграфом, «Бог помогает тому, кто старается сам», а мне написали, «Слушайте, это же мы так и думаем». Ну, конечно, но написал-то я, и поэтому многие люди, они в душе чувствуют, инстинктивно правду чувствуют, но не осознают. Вот недавно мне Ренат говорит, мой друг, художник, который мне помогает своими советами дописывать картины и потом выставлять на обозрение. И я благодарю тебя, Ренат, и всех благодарю, которые в коллективном разуме у нас помогают мне своими советами. И здесь напишите, наконец, оставить эту картину или её изменить всё-таки, как мы делаем обычно. Так вот, Ренат мне говорил, ты, когда пишешь картины, посмотри, пожалуйста, на них в зеркало. В зеркало посмотри вот на их отражение, и там ты увидишь, где что поправить и как. Вот это хороший совет он мне даёт, я ему очень благодарен. И я не осознал. Потому что я один раз посмотрел в зеркало, вот, круглое, да, точно, вижу недостатки там в картине. Но она для меня маленькая, и картина не вмещается, потому что расстояние маленькое. Поэтому о планах, которые я говорю, я себе расширю мастерскую, чтобы можно было и со стороны смотреть. Но я не осознал тогда. А потом вдруг я осознал, когда перед каждым роликом я включаю у меня фото, которое я регистрирую это видео, которое я выставляю для вас, и там же я вижу свою картину, я всегда её потом поправляю. Вот, Иринат, спасибо тебе. То есть у каждого из нас есть моменты инстинктивного осуществления чего-то, что мы не сразу осознаём. Вот гениальные люди, они инстинктивно делают какие-то правильные вещи, может быть, даже и не осознаёт. А писатели, например, они вот как раз такие темы прославлены, что они вербализуют вот эти вот моменты. Да. Вот это важный момент. И почему мы с Романом Газенко друзья близкие? Не только потому, что я его дедушку уважаю, который там в Институте медико-биологических проблем стоял, как колосс, околорный, там курил сигарету, задумчиво в своём. Я думал, о чём же он думает? А он Белку-Стрелку в своё время отправлял в космос, создатель космической медицины. Очень интересный человек был. Не только поэтому мы с Романом дружим, потому что он ещё говорит о человечности, о том, что вот эти проблемы расчеловечивания, как сохранить человеке человечность. И у нас школа человечности. Школа человека бывшего, это школа человечности. И мы там создаём совместно науку о человечности. Потому что религии себя, как видно, ведь время то идёт, и они себя не оправдали. Тысячи лет проходят, а войны как были, так и есть. Поэтому нужна наука, чтобы каждое слово, которое любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, определять по чётким критериям научным, которые каждый мог толковать, именно так, как все толкуют, а не каждый по-своему. То есть ближе к правде, ближе к объективности. Вот для чего нужна наука человечности. Не о человечности, а о человечности. Это совершенно другая категория. Это надо ещё понять и вникнуть. И подключить туда... А у нас и так подключены очень много стран, много стран, много людей в мире с нами общаются из разных стран. И тут как раз такие Белоруссия, и Украина, тут как раз и Италия, и Германия, и Канада, и все другие страны. И вот как раз я хочу картину. Какой у нас будет сказочный городок? Картина «Сказочный городок». Просто назвать «Городок», потому что я её посвятил. Вот Наташа, наша Кузьмина книгу отдала в издательство. Я уже говорил об этом. И город, в котором она живёт, называется «Городок Близминского». Смотрите, какой прекрасный городок. Прямо хочется туда войти и гулять там по улице. Это так мне сказал мой сын Олен, который тоже рисует. Да, тоже рисует. И тоже психолог профессиональный, который вместе со мной ездил и готовил военный персонал к подъёму атомохода Курск. И вместе со мной был в Беслане дважды. И мы первые, которые выводили из острого стресса детей и взрослых после тарактов. И учили этому потом психологов МЧС и других психологов и так далее. Давайте, друзья, мы вместе поработаем, расширим нашу школу. Подписывайтесь на YouTube и подписывайтесь на Telegram. Это расширяет нашу школу. Расширим мы её. И тогда, когда она расширяется, всё больше и больше людей туда включаются. И как раз-таки наука человечности распространяется. Да, распространяется. И все начинают думать, а мы же в душе и так думали. А вот мы это озвучили. Озвучили и тияем. От слов к делу, так сказать. Сейчас на многих каналах говорят о том, что те, которые в человека себя не сохранят, они не войдут в будущее. Правильно говорят. Мы об этом сказали уже 20 лет назад. Правильно говорят. Но только сейчас в этой точке бифуркации, в точке вот этих перемен, условиях неопределённости, переходе от реальности к виртуальной реальности, в цифровизацию, опять происходят у всех так называемые потери ориентировки, взрыв мозга. И что только можно сказать про это, когда люди не понимают, что делать, у них возникает пик напряжения, они в мобилизованном состоянии. А долго быть мобилизацией невозможно, потому что происходит истощение, слом нервной системы. И надо восстанавливаться вот наши приёмы для восстановления быстрого и для антистрессовой подготовки, то есть профилактики к будущим событиям и для использования энергии стресса. Такого в мире никогда не было, и поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее. Для использования энергии стресса у нас есть разгрузка с перезагрузкой, и мы с Романом Газенко ещё раз, ещё раз, как мы показывали с Шейлой, с моей дочкой, с Аленом показывали, а мы ещё раз с Романом Газенко покажем это. Он, конечно, будет свою часть тоже говорить о том, как вербализация происходит, и я задам ему вопрос и вам всем задаю. Я думаю, что в вербализации это и есть развитие сознания. Я так думаю. Я думаю, Роман со мной согласится. Но он там всё расскажет и покажет, как снимать стресс его приёмами, а я покажу, как снимать стресс. Ой, я покажу такой приём, это будет бомба. Ну ладно, друзья. Итак, мы сделаем оборудование для лаборатории, мы сделаем, а ещё и мастерскую, мы расширим моё. Да, это уже мои проблемы. Да, чтобы я мог рисовать, и чтобы мы вместе в коллективном разуме создавали шедевры, дальше и больше, делали такую красоту, как Достоевский говорил, красота спасёт мир. А я бы уточнил, доброта спасёт мир, потому что красота, видите, у каждого свой вкус, а на вкус и цвет товарищей нет. А доброта, отзывчивость, по-моему, она, может быть, в комментариях нуждается. Но мне кажется, что человек становится личностью, побеждая страх, и встреча с личностью эпоха в жизни человека, эпоха в жизни человека. И, конечно, когда наши дети встречаются с настоящим, тогда они и развиваются. А настоящие, друзья, это как раз-таки доброта, и это как раз-таки шедевры мировой культуры. Не только мои, но и ваши, и всего человечества. До встречи, друзья.